МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планируется, что руководить региональным Минздравом будет действующий заместитель Вадим Плотников. Он будет назначен исполняющим обязанности. В перспективе эксперты называют его одним из главных кандидатов на пост министра. От Пермского края в Восточном экономическом форуме в этом году примет участие всего одна компания. Мероприятие пройдет 2 и 3 сентября во Владивостоке. В проекте Пермской компании развитие государственно-частных проектов, а именно строительство отделения скорой медицинской помощи на Дальнем Востоке и создание в регионе санитарной авиации. Проект может быть реализован в Хабаровске, Владивостоке и Магаданской области. Очень важным фактором, который там хотят реализовать, это первое вообще будет в истории Российской Федерации опыт, когда на территории отдельных субъектов, на территории отдельных кластеров будут действовать законы не Российской Федерации, а международные законы. То есть тех стран, где здравоохранение, соответственно, работает по своим правилам. И вот эти же правила будут разрешены к применению на территории Дальнего Востока. Общая сумма затрат оценивается в 5 миллиардов рублей. 70% по проекту должно взять государство. Оставшиеся 30% будет вкладывать инвестор. Ежегодно порядка 600 миллионов рублей будет поступать в казну Прикаме, если правительство страны примет решение оставлять регионам все поступления от акцизов на нефтепродукты. Минфин и Минэкономразвитие должны проработать этот вопрос до 1 октября. Поручение отдал глава Кабмина Дмитрий Медведев. Предложение касается бензина, дизельного топлива и моторных масел. Ранее регионы получали от этих акцизов 100% поступление. Однако с 1 июня текущего года норматив был снижен до 88%. Оставшиеся 12% перечислялись в федеральный бюджет. Если произойдет возврат к прежним условиям, то доходная часть Прикамея в 2017 и 2018 годах, если взять цифры из проекта принятого бюджета, увеличится более чем на миллиард рублей. Дефицит на 2017 год примерно 8 миллиардов 600 миллионов, а на 2018 8 миллиардов 153 миллиона, и это только все предварительно. Это капля в море. Но пусть будет как можно больше таких капель. Глядишь, может быть, и можно было бы гарантировать оплату бюджетников с большей уверенностью. И меньше брать кредитов, потому что все сейчас покрывается кредитами. А вот поддержки от федерации в части реструктуризации госдолга Прикамея может и не получить, в отличие от других субъектов, где долги превышают половину доходов. Эту меру тоже прорабатывает Минфин. В Прикаме сейчас объем госдолга почти 36,5%. Однако, по словам эксперта, уже к 2018 он может достигнуть 50% из-за необходимости выполнения майских указов президента. С 1 сентября в стране изменится правило сдачи экзаменов на права и процедуры получения водительского удостоверения. Нововведения коснутся как теоретической, так и практической части. Сдающий, как и раньше, получает 20 вопросов, разбитых на 4 тематических блока, и 20 минут на ответы. Если ранее потенциальный водитель мог допустить 2 ошибки, то по новым правилам за каждый промах добавят еще 5 дополнительных вопросов и 5 дополнительных же минут. На все из них нужно ответить правильно. В практической части экзамена на обязательных элементов для выполнения станет 5 вместо 3 сейчас, и права на ошибку у кандидатов не будет. Все вводимые изменения, по словам сотрудников ГИБДД, принимаются для улучшения ситуации на дорогах. Изменения вводятся с целью улучшения подготовки к обучению кандидатов водителей, снижения аварийности на дорогах, ну и профессионализму автолюбителей. В ГИБДД отмечают, что поток желающих сдать экзамен до введения изменений немного увеличился. Однако инспекторы уверены, как и раньше, успешность зависит от качества обучения в автошколе и каждого кандидата персонально. Прогноз погоды. До встречи через час. РБК Перм. Дело. Бизнес-тренинг. Эффективный инструмент развития. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова